Чеха только 137,5 метров, ну выглядело очень-очень здорово. В первой попытке на 130 улетел, сейчас сам прибавил на 7,5 метров, получился прыжок дальше. Конечно, польский судья поставил ему 19 баллов, 18,5 от итальянского и 19 от Чеха. Отличные оценки, ну и 19 баллов также от немецкого судьи. Ну сейчас группа ребят, которые минимум 130 метров показали в первом прыжке. Итак, хватает ему, чтобы стать промежуточным лидером. Несмотря на то, что покороче получился прыжок, чем у огромной кудрилки, все равно Камиль Стох становится промежуточным лидером. Оценки отличные, дальность хорошая, но еще и компенсация за ветер, конечно, куда же без нее. Да, 6,8. При этом полбала отобрали до этого. Ну действительно, все очень плотно в верхних рядах и буквально разнятся результаты в балл, в два. Вспоминаем опять же многострадального сегодня Зеверина Фройнда с его преимуществом фактически в 10 баллов. Ну и уже ставшая практически традиционной для сегодняшнего этапа ветровая задержка прямо перед прыжком Петра Превца. Так тепло, друг друга поприветствовали Куделка и Стох. Стох остается в лидерах. Нарьяки Касаи идет, готовится к своему прыжку. Вы видите ситуацию Стох, Куделка, Вельта, Якобсен и Ноймайер. Полтора балла всего лишь, но Стох выигрывает. Ну, Куделки. Ну и Андрш Фанемель, вот такой неожиданный лидер после первого прыжка, он будет сегодня завершать вторую попытку. Справится ли с давлением? Вот это вопрос. Так, пауза у нас продолжается. Ветер к вечеру все-таки усиливается, и поэтому действительно фактически перед каждым прыгуном мы вынуждены немного ждать, чтобы условия каким-то образом ветровые успокоились, и прыгун мог безопасно совершать свою вторую попытку. Итак, Петер Превц на старте. На 130 метров улетел в первом раунде. Отличный прыжок получается у Петера Превца. Сто тридцать пять с половиной метров. Сам у себя здорово выигрывает пять с половиной метров. Ну и все-таки хотелось бы, чтобы летел еще дальше, чтобы бороться сегодня за пьедестал почетом. По ветру ему добавляют пять целых четыридесятых балла. Отличные оценки от судей. Две по девятнадцать, одна восемнадцать с половиной. С техникой у славянца все замечательно. Ну что, в тройке, да, должен быть. И вот только какая строчка? Нет, четвертый. Ой-ой-ой. Все действительно очень плотно. Буквально разница в один балл отделяет его от Рунывельта и от третьего места. Но сейчас Камельстох является промежуточным лидером. За ним идет Роман Куделко и Рунывельта замыкает тройку промежуточных лидеров. Итак, Рикард Фрайк. Так, еще один немец. Вся надежда на него сейчас у публики. Ну и прыжок получается средним. Я по-прежнему верю в Марион Сокраус. Я, конечно, не даю ему совсем шансов, все время забываю. Но да, действительно, впереди еще один немец. Ну а Рикард Фрайк тем временем на 133 метра улетает. Это, конечно, гораздо лучше, чем вчера, когда не получилось у него первая попытка и не прошел финальный раунд. Сегодня, во всяком случае, мы его увидели уже. Уже увидели два его прыжка. На самом деле сейчас хороший шанс для Шлиренцауэра что-то совершить. С учетом плотности вверху. Один хороший прыжок может вернуть Шлирен в топ-3, вернуть на подиум. Вот это было бы действительно прорывом сегодняшнего соревнования и большой сенсацией. Вернулся на лидирующие позиции. Итак, Грегор Шлиренцауэр. Грегор, 55-й номер. Первый прыжок на 130,5 метров. Показывает нам, что ему надо на данный момент на 137, на 138 улетать. Все время ситуация меняется в связи с ветром. Итак, Шлирен. Очень неплохо, но надо смотреть. 134,5 метра. На такую дальность улетает у нас Грегор Шлиренцауэр. Подальше, чем он же в первой попытке. Тогда на 130,5 улетел. Хорошие оценки от судей. Действительно, по технике все было очень неплохо у этого австрийского титулованного прыгуна. Единственное, чего у него нет, это индивидуального золота на Олимпиаде. Не получилось в Сочи взять. И, конечно, он был очень расстроен. Но и с тех пор продолжает искать свою форму. Вот, может быть, наконец-то возвращается. Так, Грегор Шлиренцауэр. Нет, в топ-3 не будет. Шестой только. Нет отметок 19 баллов. Ну что, впереди еще шесть спортсменов. Грегор не использовал, к сожалению, свой шаг.